Так, всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Давайте-ка запилим быстрый обзорчик по биткоину. Что мы с вами видим на графике? Немножко пролили. Вот на 15 минутке видно, что немного пролили биток. Но отдаляясь там даже на часовик, мы видим, что в принципе вот мы бьемся и бьемся об этот уровень. 19 тысяч. И выглядит все очень шартово, да? Как бы мы подбиваемся ко дну, рисуем понижающиеся пики, но при этом тремся о нижнюю границу. И конечно выглядит все так, как будто сейчас будет просто бам и тузыдно. Это, на мой взгляд, не что иное, как засаживание в медвежью ловушку. Посмотрите, какой у нас тут реально треугольничек вырисовывается, да? И очень многие сейчас паникуют, выпрыгивают с рынка и шартят. Что будет с этими шартистами, нам известно, ребята. Поэтому считаю своим долгом просто вам напомнить. Напомнить то, что на более глобальном недельном графике битка у нас очень много положительных знаков. Смотрите. Ну, во-первых, вот этот бычий диверок, который уже сформировался. И это очень сильный бычий диверок, который обязательно в среднесроке и в долгосроке должен отыграть. Отыграть каким образом? Конечно же, вот таким. Либо вот таким, либо с заколом, но все равно туда. Поэтому смотрите, сейчас, на мой взгляд, нужно как раз заходить в рынок. Если вы еще не зашли, то заходить. Если вы уже сошли, то можно добирать смело на свободный кэш. Если дадут вот эту просадку, агрессивно ее добирать. Но возможно, что ее не дадут, друзья. Поэтому посмотрите, как мы выглядим с вами. Помните, в прошлом видео мы обсуждали, что мы очень сильно низко ушли от сетки AMA Ribbon и рисуем сейчас W. Точно так же, в принципе, как мы делали вот здесь, если вы посмотрите. Там тоже все выглядело очень страшно. Но, тем не менее, после этого мы улетели. И улетели достаточно хорошо. Сейчас мы рисуем абсолютно похожую картину. Потом опять же, посмотрите на хешрейт биткоина. Мы с вами наблюдаем дичайшую раскорреляцию. То есть, что у нас происходит обычно? Обычно они коррелируют. Просто хешрейт растет вперед. Сложность сети. При этом цена догоняет хешрейт после этого. Вот здесь они падали вместе. Но сейчас, посмотрите, цена упала, а хешрейт прет наверх. Соответственно, о чем-то нам говорят, что в долгу цена обязательно погонится за хешрейтом. Это надо понимать. Это просто факт медицинский. Потом опять же, ребята, умные лонги на бирже Bitfinex. Посмотрите, это не фьючерсные тупые лонги. Это реально умные лонги, которые, если вы посмотрите, всегда достигают пика на дне. И после этого цена идет наверх, и они разгружаются. Соответственно, там, где они разгрузились, как правило, тоже происходит пик. И сейчас снова все это падение, они догружались. Вот здесь вот они догрузились. Немножко разгрузились на этом отскоке. И снова догрузились, ребята. Исторический all-time high по лонгам на Bitfinex опять же говорит о том, что в какой-то момент цена пойдет наверх, а они, соответственно, пойдут вниз разгружаться. Так что не знаю, как вы, ребята, я перезашел в лонг позиции прямо по текущим. Как вы можете видеть, на Bybit я открыл лонг по битку. Из альтов я пока вышел, поскольку я в позапрошлом видео показывал вам, где ставить стопы. У меня все эти стопы были задеты, но я вручную вышел. Небольшие убытки по классику поймал, по доту. Поэтому решил пока не экспериментировать с альтами, а перелиться в биток, поскольку, на мой взгляд, биток сейчас гораздо более перепродан, чем многие альткоины, включая эфир. Поэтому смотрите, я перезашел прямо здесь. Ну как здесь, я все это падение добирал. И если мы упадем еще ниже, возможно, я доберу еще. Но тут, как бы, смотрите сами, трейдинг – это опасная история. Вы должны понимать все риски, брать их на себя. Но если вы хотите потрейдить этим, то это можно очень уютно делать на бирже Bybit, на нашей любимой бирже. Ссылка на которую в описании, и обзор по ней сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Вот там вот обязательно посмотрите его, если вы не видели. Вот, а также у нас в Telegram-канале, обязательно, кстати, проверьте, что вы подписаны на нашу телегу. Я только что сделал пост вот с такой вот картиночкой. Слушайте, ребят, раньше люди использовали свечное освещение, потом перешли на электричество, ездили на лошадях, появились автомобили. А сейчас, кстати, электрокары. Читали газеты, потом появились ноутбуки, появился интернет. И, соответственно, раньше мы использовали бумажные деньги, а еще до этого серебряные монеты, там, ракушки и так далее. И сейчас мы стоим на пороге перехода, ребята, очень важного перехода к новой финансовой системе. Это хорошо заметно по экспоненциальному росту новых пользователей. В 2015 году, когда я начинал интересоваться темой крипты, никто не хотел даже слушать. Мало кто об этом знал и смотрели на меня как на сумасшедшего. Теперь мы видим, как очень многие используют крипту для повседневных нужд. Будь то переводы за границу в обход санкций, сохранение их сбережений, трейдинг и так далее. Очень много применений. Тем не менее, большинство все равно не верят, не понимают, насколько это крутой актив. Они все еще используют стейблкоины. Вот. А на самом деле, за то время, что я в рынке, биткоин вырос даже сейчас в 100 раз. Просто вдумайтесь. В 100 раз. А на пике он вырастал в 300 раз. На пике в прошлом году. Чего уж говорить об альткоинах многих, которые выросли в тысячи раз. Включая тот же Dash, кстати. Вот. Так что смотрите. Не многим дано заработать. Они не видят дальше своего носа. Не будьте такими, как они. Наберитесь терпения. Накапливайте крипту. Ходлите ее до победного. Не держите все монеты на биржах. Не торгуйте на весь объем средств. Храните большую часть на холодных или прохладных кошелечках. Ссылки на которые тоже есть в описании. И будет вам профит. Тролли. Кстати, да. Насчет троллей сейчас очень много. Очень много негатива. Очень много хейта. Очень много просто троллинга. Потому что я понимаю прекрасно. Многие те, кто неопытные. И зашли в рынок там в течение года. Их просто вытрясло нахрен. Их ликвиднуло. И это надо понимать. Если вы торгуете. Даже на споте умудряются сливать депозиты. А уж на фьючерсах тем более. То вас будет вытряхивать. Вы будете терять. Вы не можете зарабатывать постоянно. Быть в плюсе. Так не бывает. Большинство теряют деньги. И вы должны к этому быть готовы. Что даже у вас может быть больше убыточных сделок. Чем профитных. Но если ваше соотношение убытков и прибыли грамотно рассчитано. Хотя бы один к трём. То вы в долгу будете в плюсе. Пускай даже в небольшом. Но в плюсе. Если ваш win ratio идет вот так вот. Заработали, потеряли. Заработали, потеряли. То в долгую у вас должен быть хоть какой-то аптренд. Поэтому работайте вот над этим. Ребята. Не суетитесь. Не ловите фома. Потому что многие из нас на рынке это фома сапиенсы. Знаете? Фома сапиенс это такая ступень эволюции. Между обезьяной и человеком. Которая покупает на хаях и продает на лаях. Это в каждом из нас. Мы не знаем. Ни одного трейдера, который бы только торговал в плюс. Не знаю. Поэтому принимайте убытки. Зарезайте их. Где вы считаете нужным. И давайте прибыли течь. Вот и всё, что я хотел вам сегодня сказать. Я думаю, это гораздо важнее, чем тех анализ. Который то работает, то не работает. Вы сами всё видите. Да. Может быть будет сейчас ещё один закол. Вон там Илон Маск твитит про то, что нам ещё в рецессии 2 года тусоваться. Ну знаете, слушайте. Я бы так не торговал по твитам Илона. Он и про акции Тесла твитил, что они очень дорогие. После чего они выдали ещё там десяток иксов. Поэтому тут скорее наоборот. Ну да, DXY у нас прёт параболически. Из-за этого сейчас всё падает. Хотя тоже опять же косвенно из-за этого. Тем не менее, смотрите. У нас тут уже база 1, база 2, база 3, база 4 сформировалась. И в принципе, ну тут вижу понятно, что пора на коррекцию. Чуть выше мы сходим или отсюда. Но мы пойдём вот туда обязательно, к сетке EMA Ribbon. Поэтому сейчас начнутся шортсквизы. Я не знаю, начнутся они сегодня, или через 3 дня, или через неделю, или через 2 недели. Но они начнутся. И будьте на правильной стороне рынка. Не пропустите движение. Помните про бычью дивергенцию, про умные лонги, про хешрейт, про кучу показателей, которые говорят о том, что отскок куда-нибудь на 30 тысяч как минимум нас ждёт. А потом, возможно, мы упрёмся в сопротивление, и ещё там пронакапливаемся какое-то время, и только потом to the moon. И то он может быть очень плавный. Он может быть вот такой вот через следующий халвинг. Но он будет. Главная мысль моя, о чём я вам говорю, что он будет. И весь вот этот флет, 60, 20, окажется прямой линией, когда мы улетим на сотни тысяч долларов. Как это и было вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Вот это всё превращается в итоге в прямую линию со временем. Поэтому самое грамотное, что вы можете делать, это ходлить и накапливать крипту. На мой взгляд, опять же, дисклеймер, не финансовый совет. Я могу оказаться неправ, всё это соскамится, и больше мы не увидим бычьего рынка, и улетим тут за дно. Поэтому все решения принимайте сами. Теханализ не работает, но вы всё равно почему-то это смотрите. Ставите лайк, подписывайтесь на канал, поэтому за это вам большущий респект. Подписывайтесь также в телегу, если вы ещё не. Всем профитролей. Удачи в торговле. И до следующей встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok